Получил я вот это письмо, а так как я все равно собирался об этом говорить, значит, будем считать, что я ей на вопрос отвечаю и рассказываю. Так, значит, как эту даму зовут? Наталья Че. Представил мне это Сафронова ее письмо, я тут ни при чем. Хочу рассказать, как покупала Саженцева у Сергея Жерезова после просмотра ролика. Нашла я адрес каталога мне сразу. Каталог оказался на 2017 год. Прошу прощения, он и сейчас на 2017 год, но он действительный. Парню все некогда. И учится, и работает. Так, на удачу написала письмо с заказом, ответили положительно, Саженцева получили в начале октября. Сразу говорю, я же как везде, всюду, я должен делать комментарии. Значит, Сергея раз навсегда я, значит, приучил к своей технологии. То есть, весна как можно раньше, только земля тает. Осень, когда сброшены или почти сброшены листья. Конец сентября, середина октября. Ну, а дальше у нас уже, сами знаете, вон у нас все снегом завалено. Так что, получается, что вот этот узкий период, и главное здесь, как можно меньше листьев. Подробнее мы будем говорить. Посмотрите, впереди вся зима. Подробно будем, пока наметки. Доставка оперативная, Саженца хорошая. В каталоге не было вишневоочной сладкой, я хотела взять. Сейчас я вам про нее чуть ниже расскажу, почему ее не было в каталоге. Так, пожелание давать прямую ссылку на действующий каталог питомника железа. Ты рад за вебинар. Неудобно, всегда стесняюсь. Я просто говорю, есть сайт, ниже увидите адрес. Зашли туда, на главной странице есть раздел. Один из них каталог. Так, не все слушают от начала до конца. Насчет все не слушают от начала до конца, у вас еще будут потом возможность посмотреть записи. Указывать на ваш каталог семян тоже три раза. Я вам просто говорю, ребята, на том же каталоге, в том же сайте есть мой каталог. Смотрите, кому надо, обязательно найдет. Не затягивать с подачи конкретного материала. Мы увидели в сером с удовольствием, нужен другой подход. То есть, правильно, пора переходить к конкретике. Вот. Конкретика. Меня один раз пытался один главный редактор крупнейшего журнала приучить. Он говорил так, все, все ваши разговоры по барабану берите и переделывайте. Берите ручку, тогда не было интернета. Переделывайте. Пункт первый, копнул яму. Пункт второй, размер ямы. Пункт третий, какие туда... Это он меня учил, представляете? В какие туда подаем эти самые? Удобрения. Представляете, если я говорю, не нужно никакой ямы, не нужно никаких удобрений. Как я с ним мог вообще язык найти? Так вот, чтобы доказать свою правоту, а она противоположная всему, что изобретало человечество за 10 тысяч лет. Ну, так получилось. Потому что... Не потому что я умнее, потому что я на севере в ней. Вот почему. И получается так, что нет ни одного пункта, который бы совпадал с общепринятым. Мой пункт. А раз их нет, я свое должен доказывать, доказывать, доказывать. Так, четвертый пункт. Отсюда, кстати, вот недовольны те, кто любит конкретику. Четвертый пункт. Нет информации о том, что собираются средства на издание книги. Так, вот уже сколько надо наговорить на одно только коротенькое письмо Наталье Че. Значит, смотрите. Вишня войлочная, сладкая, скороплодная. Так, почему она такая? А-а-а... Отдельно будет тема. Все, проехали. Вот. Вишня войлочная, универсальная. Почему она такая? Потому что она в более жесткие условия, потому что она растет у меня на гравии. Я уж не буду говорить, что обязательно садите на гравии. Вот. Поэтому у меня два подхода. Две пункта вишни в моем каталоге. А Сергей Валерьевич что? Он выросил саженцы. Помните, я двух этих, предыдущих, показывал и говорил, никто не покупает. А какие будут эти? Здесь-то, по крайней мере, я беру косточку, это самое. И человек знает, или получит сладкую, если возьмет вот этот, там, десяток косточек, полусладкую. Или она будет не сладкая, или она будет кислосладкая, не сладкий кислая. Я могу себе такое позволить, это самое. От Сергея что ждут? Саженец готовый. А на нем не написано сладкий-полусладкий. Поэтому у него каталоги что? Одним пунктом. Вишня войлочная. Надеюсь, я вам понятно объяснил. Это адрес моего сайта. Там все найдете информацию. А вот это, я не знаю, смогу я сейчас, нет. Смотрите. Это моя новая книга. А эта книга, рассказ, как бы сказать-то, повествование. Она так и называется. Записка зачарованного семейного садовода. Постепенно, постепенно, начиная от детства, садового детства. Юность опять про сады. Зрелость опять про сады. Наконец, 34 года назад сюда приезжаю. И уже конкретные сады. И все это наблюдение. Ну, особый такой человек, который потом схватился голову и сказал, ребята, вся Академия наук, вы все шагайте немного. Вот, довели ее страну до ручки. Теперь вот эта книга должна все решить. Вот. Вот я нажал. Но дело в том, что эту книгу издать очень сложно. Что здесь нужно? Здесь нужно большое желание. Планета огромная. Это же канал-то все планетный. Так. И теперь все, что удалось пока собрать. Ну, время достаточно. Собрали же книгу на тот самый. На тот самый собрали. Вот. Понятно. Да, я очень коротко. Я надеюсь, что присоединитесь к этой акции. Так. Теперь. Насчет книги понятно. Там в этой книге есть раздел, который... Ну, готовы на Бельское премию. Прочите этот раздел. Вот. Вы узнаете, как мы показались на Земле и прочее, прочее. Причем доказательно. Но это для этого нужно еще книгу купить. И тогда, по крайней мере, жить легче, зная, что за нами будущее, а не прошлое. И не из грязных малуш, с репанием молекул созданных. А значит, можем творить это самое, и плодить негодяя. Так. Любовь Ковалевская. Значит, эта дама, я сейчас вынужден показать, она мне прислала посылку. Это ответ. У нее было неудачной посадки семян моих. Я неожиданно для нее выслал, взял, да и выслал еще одну посылку. Просто так, чтобы все-таки у нее получилось. Ну, пожалуйста, вот теперь мы уже с ней, друзья. Вот эта вот ветка сухая, и вот эта ветка сухая. Еще раз говорю, мы про абрикосы. Мне конкретный совет. А совет идет от обратного. Какая-то, к черту, конкретика, когда я говорю, не режьте. Вот если бы я сказал, режьте, это была бы конкретика. А я говорю, не режьте. Потому что вот эта ветка обрезал, кто обрезал? Так вот, в результате. Одна мертва ветка, вторая еще годик. И еще, если дальше резать на черенки, дерево придет конец. Забудьте совет. Тот самый. Вот. А это я резал черенки и наткнул. Субтитры сделал DimaTorzok